В Казани прошел медиаматч перед стартом Фиджитал Игр с участием представителей СМИ и блогеров. Выставочный матч по Фиджитал Футболу между представителями СМИ и блогерами состоялся на арене Фиджитал Игр в Казань Экспо, которые пройдут с 21 по 23 сентября. Матч состоял из двух этапов – интерактивного футбола и мини-футбола. Победитель встречи определился по сумме забитых мячей на обоих этапах. Матч закончился со счетом 6-5 в пользу одной из команд. Непрерывный матч. Первое – играем в виртуальный футбол, дальше перерыв и сразу же буквально через 5-6 минут после небольшой разминки команды выходят и доигрывают матч на площадке. Счет суммируется. То есть футбол, с чего мы начинаем, это два тайма по три минуты в киберфутбол, потом перерыв и два тайма по 10 минут чистого времени. Соответственно говоря, счет суммируется, победитель выходит в следующий этап. Всего 4 команды, поэтому по олимпийской системе играют полуфиналы, потом на следующий день матч за третье место и финал. В самих соревнованиях примет участие около 20 команд по 4 дисциплинам. Фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, битсейбер – это VR-игра, в которую участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки. И гонка дронов. Для каждого вида спорта предусмотрен непрерывный матч с виртуальной и реальной составляющей. Команды будут играть по олимпийской системе. Участниками игр станут и представители других стран. В футболе будет представлена команда из Бразилии, в баскетболе – из Белоруссии, в дронрейслинге – из Болгарии и из Турции. Команда «Победитель» получает в качестве, так скажем, памятного знака об участии в играх вот такого рода статуэтки, которые обозначают знак фиджитал. Все церемонии, награждения и наградная атрибутика, она для игр будущего и для фиджитал-игр будет также креативиться, разрабатываться для того, чтобы это не было повторения со стандартными классическими видами спорта. Еще один тестовый турнир пройдет в ноябре, где будут представлены другие дисциплины. Они не будут повторяться с теми дисциплинами, которые проходят сейчас в сентябре. То есть это остальные дисциплины, которые запланированы в рамках проекта «Игр будущего» в 2024 году. Если мы говорим про спортс-челлендж, который касается «Игр будущего», там планируется на сегодняшний день, пока все это еще в процессе согласования и проработки, из таких вот спортивных, так скажем, дисциплин, отработать хоккей, отработать картинг, отработать единоборство. Остальные все дисциплины, они больше, так скажем, идут уже от киберспорта с их физическими аналогами, которые на сегодняшний день тоже пока дорабатываются, согласовываются. Я думаю, как они будут финализированы со стороны правообладателей, тоже будут представлены всем для ознакомления, изучения. Напомним, что «Игры будущего» – это новый спортивный продукт, включающий в себя состязания по гибридным фиджитал-дисциплинам, объединяющим классический спорт, киперспорт и AR-VR технологии. В 2024 году в Казани пройдет масштабный международный турнир, в котором будет разыграно первенство в 16 дисциплинах. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз.